Мария Мирабелла Мария Мирабелла В этом году юбилей отмечает замечательная румыно-советская музыкальная сказка о приключении двух сестренок Мария Мирабелла. Мы же решили рассказать вам, как сложились судьбы исполнительниц главных ролей этого проекта. Надо отметить, что актеров снимали в Румынии, а всю анимацию рисовали и вписывали на кинопленку в Москве на знаменитом «Союзмультфильме». Также в картине звучало много чудесных песен, музыку которым написал известный Евгений Дага. Но нельзя преуменьшить значение очаровательных, милых и непосредственных девочек с красивыми именами. Мария – белокурый ангел, которая всех жалела и всех помогала, и Мирабелла – капризный сорванец. Маленького чертика Мирабеллу сыграла актриса Медея Маринеску. Сейчас ей уже 46 лет. Она профессиональная актриса, играет в театре, снимается в кино, сериалах и рекламе. Она из актерской семьи и впервые в кино попала, когда ей было всего лишь 3 года. Ну а в 6 лет она с легкостью обошла 400 конкуренток на кастинге в картине Мария Мирабелла. В ее взрослой фильмографии есть яркая главная роль во французской мелодраме «Изабель Мерга» в «И так прекрасны» в 2006 году. Маринеску и сейчас продолжает сниматься в кино, хотя старается больше времени уделять семье, ведь ее младшему сыну Филиппу всего 4 года. Что до личной жизни, то Медея замужем за кинооператором Георгием Досколеску, который младше нее на 8 лет и родился спустя год после выхода на экраны Марии Мирабеллы. Семья живет в двухэтажном особняке в Бухаресте. Актриса часто музицирует на стареньком пианино, которое купила на гонорар за роль Мирабеллы, а на стене среди семейных фотографий красуется афиша фильма-сказки. Правда вот малыш Филипп маму на ней не узнает. Говорит, что в красной шапочке не его мама, а какой-то мальчик. Ангела Марию сыграла актриса Гильда Монолеску. Гильда также была из творческой семьи. Ее мама, Дана Монолеску, в молодости была востребованной румынской балериной. А сейчас она хореограф театра оперы и балета в Бухаресте. Именно она привела шестилетнюю дочку на пробы на роль Марии. Сразу после премьеры семья уехала в Германию, в небольшой городок. Дана открыла там свою балетную школу, где Гильда проучилась два года. А диплом артистки балета девушка получила в Берлине. Там же она начала танцевальную карьеру. На свою беду девушка влюбилась в парня, который оказался наркоманом. Мама узнала нелицеприятные подробности личной жизни Гильды слишком поздно. Тогда уже случилось страшное. Дочь с байфрендом попали в ДТП. Оба, как потом выяснилось, были под кайфом. Прямо в машине ссорились и парень со всей дури жал на газ. Последствия были печальны. Машина врезалась в стену. Новости о той аварии дошли и до российских зрителей. И многие были тогда уверены, что Гильда Монолеску погибла. Но что случилось на самом деле, лишь недавно рассказала Дана Монолеску на программе «Звезды сошлись». После аварии ее дочь чудом выжила, но из-за тяжелейших переломов больше не могла танцевать. Был долгий период реабилитации, обезболивающая горстями и глубокая депрессия. Гильда выстояла и выучилась на флориста. Она нашла работу и, казалось, впереди ее ждала целая жизнь. Но ни с того ни с сего в их дом пришла новая беда. На улице возле нее остановилась машина и Гильде брызнули чем-то в лицо. Девушку затолкали в машину и увезли. Три дня ее насиловал только что освободившийся уголовник. Это окончательно подорвало ее здоровье и уничтожило морально. Гильда умерла в больнице от почечной недостаточности. 15 июля 2008 года актриса отметила свой последний день рождения. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы фильм Мария Мирабелла. Субтитры сделал DimaTorzok